Ребята, всем привет! С вами Олеся. Сегодня у нас будет небольшой влог из города Бари. Зайдем с вами на улицу Пасты, где итальянские хозяюшки лепят свои аркеты. Зайдем в продуктовый магазин, где продают местные вина локальные. Просто погуляем по городу днем и вечером. Покажу вам кое-что из косметики, что я прикупила. В общем, такой обычный расслабляющий влог-прогулка. Кому интересно, продолжайте смотреть. Продолжение следует... Мы с вами находимся на улице Пасты. Сеньора Франко делает пасту. Сейчас она будет делать цветные аркеты. У нее розовое тесто, потому что она замешала его со свеклой. И вот готовить. Теперь она накрывает. Он должен немножко полежать. И потом она будет лепить вот такие чудесные, расчудесные макарошки. И прямо здесь их сушить. Вот такая интересная улица. Это местная особенность, местная достопримечательность города Бари. Улица Арка-Вассо, на которой делают вот такие интересные продукты. Я уже много раз про это рассказывала. Они могут быть разной формы, цветные. Например, вот такие фисули. Или вот такие кавателли. Или ушки. Такие, то есть орегеты. Их делают с разными добавками, поэтому они могут быть разноцветные. Например, видите, черненькие с чернилами каракатицы. Розовые с вином или с барбабьеттола. Это свекла. Зеленые со шпинатом, желтенькие с куркумой. Ну, вот так вот это выглядит. Еще серенькие. Это может быть с жженым зерном. Такая вот прелесть. По цене эта паста полкилограмма, два с половиной евро. Один килограмм будет стоить пять евро. Вот, если вы хотите, можете купить с собой и приготовить. Единственное, что такая паста не хранится долго. В течение двух-трех недель ее нужно употребить. И также здесь продают всегда тарали, местные соленые баранки. Тоже с различными добавками. Сначала это мне было очень непривычно, но сейчас я их с удовольствием грызу. Граци, сеньоры. Сеньора Анджела в старом городе Барри, улица Арко-Бассо. Она вот делает такую красивую пасту. Смотрите. Покажи, покажи. Но это нельзя не показать. Смотрите, какая красота, ребята. Посмотрите, какие красивые цвета. Яркие, насыщенные. Паста с разными добавками. Куркума. Свекла. Шпинат. С фиолетовым брокколи. Брокколи виола. А, с цветной капустой, с фиолетовым. Видите, как интересно. Потом серые. Это сожженым зерном. И вот обычные. Эквестер. Это с каштановой мукой. Это обычные. Посмотрите, какие они яркие, эти макароны. Боже мой, это произведение искусства. Их можно поставить просто... Да, их можно поставить просто и любоваться, как объект искусства. И что еще интересно. Вот сейчас девчонки покупали, обратили внимание, что делается эта паста не из муки, как мы все думаем. Она делает эту пасту из, угадайте из чего, из манки. Манка твердого, зерна твердых сортов. Это делается из семила грано дура. Манка твердых сортов зерна. Так, тут проезжают. Ой, тесновато. Посмотрите на технологию, как это делается автоматом. Раз, 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 раз. Это делается очень быстро. Это делается все очень быстро. И вот такая красота получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Мы зашли в сувенирный магазинчик здесь, в городе Бари, в центре старого города, и смотрим вино. Вот, что у нас здесь есть, смотрите, Неграамара, Неродитроя, Примитива, это местные сорта, Апулийские сорта винограда, из которых делают вина. Они делают здесь белое, розовое и красное. Кстати, вот эта вот компания, вот такие, такое вино, 8 евро за бутылку, это чисто местное Барийское вино. Как это называется эта компания? Монтепульчано, но, компания. Это Монтепульчано. Боризе компания. Портано, дико, портано, дилапортно, ага. В общем, он сказал, что это чисто Барийское вино, какая-то Барийская компания. И вот у них есть белое, красное и белое даже с пузырьками. Фрид Сантос, Прагли, то есть типа как, типа шампанского, да, вот такое игристое вино. Так, вот это из сорта Монтепульчано, он сказал. Это он, это владелец, владелец магазина. Это из другого сорта. Короче, друзья мои, вот такие вот вина продаются. Друзья мои, взяли на пробу, будут смотреть, пробовать. А, еще что из вкусного? Крема Мелоны, да. Это вот такой ликер из дыньки. Вкуснятина, вот вкуснятина, честное слово. Видите, вот взялая бутылочка, вот допустим, Неро Дитроя. Написано Апулия, ИГП, Индикацион Географика Протета, Неро Дитроя. Красное вино из сорта винограда Неро Дитроя. Примитива стоит 11 евро, все остальные вина у него сегодня по 8 евро. Вот так. Кстати, я со всех сторон смотрела эту барийскую бутылку, так и не нашла, как называется компания. Адельфия, Валенсано, зона ПИП. Вот, Адельфия, Бари, Италия. Вино Бьянко. По этим дорогам, вот как тут ездить, смотри, едут, обогнали меня вдвоем. Один догнал, значит, другой обогнал. И едут, трынзят, ну, на скорости 5 км в час. Ну, не 5, а 25. Едут, обсуждают. Мы сегодня были в магазине, покупали все, что нужно для школы. Закупили детям разной канцелярии. И вот Розалейке Гринбюре купили. Короче, на 300 евро купили. Вроде бы и ничего не купили. Розалей, покажи свою. Вот, тетрадочки вот такие. Всякие вот, всякие нужные штукенции. Это дневничок такой Розалейка взяла. Ну и так, по мелочам. Жене то же самое, только понятно, без вот этого всего, без Микки Маусов. Но кроме того, что мы были, значит, покупали все нужное детям в школе, я зашла в магазин Кико. Вы знаете, 100 лет уже не заходила. И вот сделала себе маленькие покупки для макияжа. Давно я не была, в общем, все лето провела в разъездах и не обновляла ни косметику, ничего. Обновить цвет. Смотрите, взяла вот такое тональное средство. Я даже не помню, покупала я его когда-нибудь или нет. Называется Insta Moisture Glow Foundation. Мне сказали, что это у них самое легкое. Я на самом деле не люблю плотное покрытие. Я люблю, чтобы было максимально нежное, прозрачное, типа BB-крема. Мне это комфортно, чтобы оно там увлажняло и немного выравнивало тон кожи. Не люблю плотные такие покрытия, которые тяжело наносить, сложно снимать. Такое не хочу. Я попробовала на руке, несколько оттенков. И вот это достаточно приятная текстура для меня. Оттенок 8N. Очень-очень приятно, легко наносится, размазывается. В общем, то, что надо. На загорелый мой оттенок, да, я посмотрела, что это лучше всего подходило. Смывается тоже легко. Видите, я даже салфеткой вот протерла, пока он не застыл. Почти смылся. Ну, в общем, такое вот средство себе взяла. Кроме этого средства я взяла себе еще. Для того, чтобы закреплять тональную основу, взялась такую прозрачную пудру от Kiko. Многие с ней знакомы. У них раньше, по-моему, она была в другой упаковке. Сейчас вот в такой вот упаковке. Говорят, ее надолго хватает. Здесь у нас 13,5 грамм. Вот такая вот, видите, пуховочка. Вот. Вот такая вот. Я про нее много слышала хороших отзывов про эту пудру. Была еще прессованная, да, можно было взять прессованную. Но я выбрала вот эту рассыпчатую. Говорят, ее надолго хватает. И она вообще, в целом, хорошая. Причем, достаточно недорогая. На 100 до 14 евро, наверное. Вообще, на самом деле, я сейчас очень мало крашусь. Все это лето провела на пляже. На пляже я не люблю быть накрашенной. Мне некомфортно с макияжем. Поэтому я на пляж не крашусь. Взяла себе вот такую помаду. Она очень прикольная, потому что она двухсторонняя, видите. Ну, это как не помада, а, наверное, это блеск, да. И видите, вот он двухсторонний. И с одной стороны он блестящий, а с другой матовый. Вот такой вот прикол. Блестящий и матовый. Сейчас покажу. Вот эта матовая сторона, она вот застывает, становится матовой помадкой. А эта блестящая, смотрите. То есть она остается таким, как блеском для губ. Когда вы ее наносите, более прозрачный тон. Когда вы ее наносите, она более прозрачно ложится. И будет такая, как блеск, блестеть, да. Вот эта первая, как помада, а вторая, как блеск. Ну, такое прикольное, мне нравится. Мне нравится. Можно использовать вместе. Сначала наложить помаду, потом блеск. Можно что-то одно из этого. И такой вот интересный вариант. Вот называется Matte and Shine. Dual Liquid Lip Color. Вот такие у меня косметические обновочки. Ребята, приехали девочки из Молдавии. Привезли подарочков съедобных. Зефир белорусский. Зефир в шоколаде. Конфеты. И самое прекрасное, вот эта копченая такая. Что это? Скумбрия. Или что это? Скумбрия копченая. Да, мне так хочется кушать. Кушать хочется. Ну, сейчас мы с тобой все это будем кушать. Спасибо, девочки. Вероника, спасибо. Друзья мои, хочу с вами поделиться. Эта неделя полна гостей, которые приезжают в Апулию. Мои зрители, которые, посмотрев видео про Барри, про Апулию, про Ик-Италию, у меня на YouTube-канале, приезжают сюда в гости. И вот несколько человек, которые были на этой неделе, привезли мне подарки. Сладкие подарки, несладкие подарки. Смотрите, вот такую вот книжку Дина привезла. Из Германии на итальянском языке. Но эта книжка специально для Розалики. Такой вот календарь. Ее можно подписать. Вот она уже подписала себе. И здесь можно заполнять. Там были и наклейки. Тут были разные игры, и разукрашки. И, в общем, очень интересная книга. Видите, можно вырезать, собрать такой вот кубик. В общем, много-много разных игр, что ребенок может заниматься целый месяц до Рождества. Ну, вот она пока еще ничего не делала. Только подписала ее, что это книга для Розалии. Спасибо большое, Дина. Очень приятно. Это был не сладкий подарочек. Так, сейчас покажу вам и другие тоже подарочки. Тут вот приехали из Польши сладкие подарочки. Оля работает в компании, которая занимается сладостями. И привезла нам всякие вкусняшки. Такие вот вкусненькие штучки. Вот такая вкусненькая штучка карамелек, да? И то, что оценят наши люди. Конфета-коровка. Смотрите, в такой вот упаковке. Я говорю, мой муж это не поймет. А я очень даже пойму. Оль, спасибо. Девчонки, спасибо вам за подарочки. Спасибо. Девчонки, спасибо. Девчонки, спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.